Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вернулась еще раз к теме посева, какие сеять в первую очередь. Когда я раскладывала здесь пакетики, куча была пакетиков, я говорила, что я отбираю вот эти будут высокорослые сеять в первую очередь. Средние в средине, а скороспелые в конце. И до сих пор находятся люди, которые пишут. Мне прям одна зрительница написала. О чем вы говорите? Скороспелые и ранние нужно сеять в первую очередь. Почитайте специальную литературу. Ну специальную литературу я читаю всю жизнь. Вот сейчас представьте, что будет, если я посею в первую очередь скороспелые или ранние. Вот у меня есть ринет, ну 70 дней или ультраскороспелые. Пусть вот я его посею. Я его посею в начале февраля вместо высокорослых. 70 дней период у него вегетации. Пусть он 10 февраля взошел. 10 марта будет месяц. 10 апреля будет 2 месяца. 10 апреля. Значит в середине апреля он будет готов у меня к плодоношению. Он будет готов у меня к плодоношению. И скорее всего передержать его в рассаде не удастся. Потому что он же ведь все-таки начнет уже цвести и завязывать плоды. И хотя можно конечно сделать ему вторую или третью пикировку, чтобы его немножко дотянуть до время высадки. Но ведь это вы поймите, это такие обычно ранние скороспелые, это маленькие кустики, это такие компактные растения. У них происходит очень-очень быстро. Поэтому мы их оставляем на последнюю очередь. Если мы их впереди позднеспелых посеем, то мы будем вот с этими с горшочками носиться, на которых уже будут болтаться вот эти вот балаболочки, помидорки. И куда их потом девать. Но сейчас я все снова расскажу. Мы когда покупаем очень-очень много сортов, но иногда, да, некоторые люди даже не смотрят на сроки созревания. Я так тоже раньше делала, но когда была помоложе, мне было все равно. И сеяло в один срок, и сейчас многие пишут, я все высеваю в один срок. Я знаю, конечно можно делать и так. Наша занятость, вот наше вот это, когда не сильно увлечены мы этим огородом, когда это просто необходимость, ну просто для еды, для засолки нужно что-то посадить, когда все равно и сколько все равно. Ну тогда нам, наверное, и все равно, сколько мы получим урожая. Но все-таки, если мы подойдем более осознанно, если подумаем вот так логически, есть ведь среди томатов, среди позднеспелых, те, которые 140, 150, ну пусть даже 130 дней до созревания. И если как вот по схеме вот этой вот зрительницы садить сначала ранние, потом средние, а в конце уже поздние, если мы посадим поздние, в конце марта, пусть там как 25-30, когда мы высаживаем ранние, когда пройдет 140 дней? 30 марта, 30 апреля, 30 мая, 30 июня, 30 июля, короче это уже будет август. А скорее всего, когда вот заявлен вот этот срок, это ведь заявлен срок первого, первого начавшего спеть плода, значит это будет август или сентябрь и в результате будем ждать все лето. Ладно, я не буду говорить о том, что говорят и пишут в интернете, это всякие там есть такие утверждения, что даже это. Я сейчас хочу рассказать о конкретных датах посева томатов, не слушая всех этих комментаторов, расскажу, когда сеют у нас в сибирском регионе, сеют так всегда. И для чего мы сеем в разные сроки, это тоже вы должны понимать. Мы же хотим получить не только богатый урожай, а мы хотим получить урожай растянутый, вот чтобы было растянуто плодоношение от самого раннего, от самого первого плода и в течение всего-всего-всего-всего лета. То есть сначала мы, да, у нас сначала, конечно, ранние скороспелки поспеют, потом средние, а потом уже в конце поспеют те позднеспелые, которые мы сеяли в начале. То есть вот эти скороспелки, они их перегонят, несмотря на то, что мы высаживаем их поздно. Вот у нас в сибирском регионе традиционные сроки посева, я даже где-то здесь выписала, чтобы не соврать вам. Начинать посев все-таки, рекомендация специалистов, как раз в той специальной литературе рекомендация специалистов, начинать посев с позднеспелых сортов. Если это для открытого грунта, то самые такие оптимальные посевы 10-15 марта. Вот эти поздняки мы сеем 10-15 марта. Если для теплицы, то мы вперед забегаем на 2-4 недели. Отчего такой срок разный 2-4 недели? Мы знаем, что есть у нас теплица просто, которая вообще не утепленная. Есть у нас теплица, в которой люди еще закрывают, еще делают теплицу в теплице. И есть у нас теплица, которая оборудована подогревом воздуха, там всякие тепловые пушки, там сверху висят обогреватели, вот сейчас даже подогрев пола. Поэтому 2-4 недели это в зависимости от ваших условий. Вообще, если теплица без подогрева, то я всегда говорю, желательно иметь все равно на запасе все эти укрывные материалы, все эти дуги. Потому что теплица, она не спасает от заморозка минус 7. И бывает, что мы высадим, апрель даже не страшно, вот как люди пишут, в апреле обычно тепло, а в мае и даже в начале июня у нас в Сибири могут быть заморозки. Посеяв рано, вот если 10-го мы сеем для открытого грунта, значит 4 недели отступаем. 10-го февраля уже можно сеять вполне, это массовые посевы для тех, у кого теплицы оборудованы, позднеспелых для теплиц. Все, вот это вот, вот это именно те сроки, которые рекомендуют нам, это массовые посевы. 10-го, 15-го марта для открытого начинаем грунта, позднеспелые, а на 2 или на 4 позже, раньше это для теплиц, в зависимости от условий, какие вы там можете им создать. Потом, среднеспелые мы высеваем позже, через неделю, через 2 недели. Это, как бы, вот это основная масса, среднеспелые, это основная масса всех наших посевов томатов, потому что позднеспелые томаты для открытого грунта в Сибирском регионе некоторые даже не высевают, потому что они не успевают вызревать. Несмотря на то, что мы их рано сеем, несмотря на все эти наши усилия, когда у нас первые заморозки бывают в сентябре, бывает, что к этому времени, ну не успел позднеспелый томат весь вызреть. И люди один раз посеяв без теплицы, второй раз посеяв, третий, не дождавшись спелых плодов, отказываются от позднеспелых. Поэтому я и говорю, у нас вот эта средняя, среднеспелая, она основная масса всех, потому что скороспелки мы садим немножко в маленьком количестве, а среднеспелые томаты у нас в Сибирском регионе составляют основную часть для тех, у кого нет теплицы. И вот эти среднеспелые томаты у нас, вот эти даты, они не меняются очень давно, с 15 по 30, опять же, вот этот разброс 2 недели каждый решает сам. Или он пораньше посеет, или он будет, например, более взрослую рассаду высаживать, или он пораньше высадит в открытый грунт, пленочкой прикроет. Это зависит опять все от условий, но с 15 по 30 марта уже все среднеспелые томаты в Сибирском регионе должны быть посеяны. Ну и, конечно, скороспелки. Скороспелки, у которых вегетационный период 65-70 дней, мы сеем в последнюю очередь, вот как раз с этого числа начинается, с конца марта, можно сеять в апреле. Но тут со скороспелами еще более сложная история, потому что скороспелые кто-то высаживает вот в такие традиционные сроки, и они как раз вызревают нормально. А кто-то эти скороспелые ставит в очередь впереди среднеспелых. Это чтобы получить, например, в открытом грунте тоже супер ранний урожай. Тогда уже вы берете всю ответственность на себя, вы там как-то более взрослую рассаду будете высаживать, потому что скороспелые сорта, они отличаются тем, что их можно высадить не в возрасте 60 дней, а 50. Есть 55 дней можно высадить 50. И есть даже некоторые сорта, я читала, что можно высаживать в возрасте 45 дней, потому что у них все быстро. У них вот эта рассада быстро, кустик быстро, все свеет быстро, но зато потом они быстро прекращают плодоношение. И многие вот опытные огородники, они приспосабливаются, высаживают ряд позднеспелых индотерминантных, а в ноги подсаживают вот эти скороспелки, которые их обгоняют, успевают отплодоносить, они их просто потом выдергивают и выбрасывают. Но сроки все равно такие. Вот как я говорила, что скороспелки обычно, если без всяких там, без укрытий, без лишних клопот, высаживаем, ой, сеять начинаем с конца марта и до 10-го, 15-го, я один год даже сеяла, 25-го апреля, вот эти скороспелки, они успевают, они успевают и вырасти, и дать нам урожай. Это был разговор, небольшой ролик, еще раз на тему, с каких все-таки начинать посев томатов. Все-таки, читая специальную литературу, я везде вижу одни и те же утверждения. И видеоблогеры говорят, и специальная литература говорит, что посев нужно начинать с тех томатов, у которых самый длинный вегетационный период, то есть с позднеспелых, потом средние, а потом малышки-коротышки скороспелые. Но опять же, каждый может делать по-своему, и вот зрительница, которая сказала, что первыми можно сеять ранние, конечно, каждый может посеять хоть как. Вот я же эти ранние и скороспелые сею в первую очередь в конце января и начале февраля, но это для получения супер раннего урожая, и это в виде исключения. А исключений у нас в огороде очень много. До свидания!